Друзья, добрый день, на связи Максим Петров, рад приветствовать вас на канале MaxCapital, на котором развиваем инвесторское мышление и говорим о том, куда инвестировать в эти очень непростые времена. Вопрос риторический, вопрос, который всегда актуален. Куда инвестировать в 2023 году? В акции американских компаний или в акции российских компаний, опять-таки с условием того, что у вас есть инфраструктура, которая позволяет сделать подобного рода выбор. То есть мы сейчас не рассматриваем в видео ограничения, связанные на уровне инфраструктуры. Часто действительно приходит такой вопрос. Почему? Потому что в 2022 году мы видели, что многие российские компании отказались от выплаты дивидендов. Мы видели, что в 2022 году в отношении, допустим, того же самого Газпрома было принято решение о том, что заработанную по итогам 2021 года рекордная прибыль Газпрома направляется в бюджет в форме НДПИ, а не выплатой дивидендов, хотя и дивиденды тоже по итогу 2022 года заплатили. Есть риск, связанный с тем, что компании с государственным участием точно так же будут в 2023 году. Может быть, по данной схеме можем пойти. Что у нас повышают налоги, что металлургические компании, которые были всегда топами по дивидендной доходности, у них излишки прибыли, могут быть изъяты в форме дополнительных налогов. И, соответственно, возникает вопрос, почему же, ну то есть зачем нам сейчас инвестировать в акции российских компаний, когда я подготовился. У меня есть инфраструктура, я могу покупать акции американских компаний. Технологические компании вообще очень хорошо просели. Торгуются там на 30-35. Какие-то компании даже на 50-70% ниже текущих цен. Есть акции компаний стоимости, которые являются международными холдингами, конгломератами, у которых диверсифицированы производственные мощности. Они находятся не только на территории Америки, но и в других странах мира, у которых диверсифицированы продажи. То есть продажи продукции осуществляются не только в Америке, но и в других странах. И, соответственно, возникает вопрос, зачем мне Россия с ее рисками, с ее геополитическими рисками, когда я могу инвестировать в акции американских компаний. И здесь я всегда буду это повторять на канале. И, может быть, если вы являетесь давним подписчиком канала, вы это слышали уже не раз. Если вы только впервые смотрите канал, то предлагаю вам подписаться на канал, чтобы у вас в дальнейшем это повторялось, как некая мантра «я против предлога или». Ну то есть вот часто в комментариях приходится видеть «Максим, скажи, что купить? Доллар или евро? Доллар или рубль? Золото или облигации?» У нас получается всегда некая такая склонность людей. Они подписаны на каналы Гуру, на телеграм-каналы, где люди выступают и говорят. Вот кто-то там пилит за американские компании, кто-то за золото, да. И каждый человек, который вот фокусируется на чем-то одном, он, в принципе, из информационного пространства, из информационного поля, он выхватывает аргументы, которые подтверждают его точку зрения и игнорирует аргументы и факты, которые идут вразрез с его точкой зрения, да. И поэтому получается некое такое узкое мнение, туннельное видение, да. Когда человек инвестирует в золото, да, я вот тоже знаю одного человека, который говорит, блин, золото must have, да, то есть вот инвестируй золото и будет тебе счастье. Другие говорят, инвестируй там в дивидендных аристократов и будет тебе счастье. Третий человек говорит, блин, вообще, криптовалюта это наше все, криптозема, да пофиг на нее, все упало там на 60-70 процентов в 2022 году, сейчас все это возродится и будет хорошо. И поэтому получается, что когда человек начинает управлять своим собственным капиталом, он покупает чью-то точку зрения, да, там, я не знаю, человек, который инвестирует в американские компании и начинает полностью туда направлять свои инвестиции. Кто-то, я не знаю, инвестирует только в российские компании. И поэтому, если вы хотите быть разумным и успешным инвестором, вы для себя, с моей точки зрения, да, это мое видение, мое мнение, должны, в принципе, поставить под запрет вот этот вот предлог или и заменить его на предлог и. Мы не знаем, как будут развиваться события. Мы не знаем, в какой промежуток времени наступят хорошие времена, да, в какой промежуток времени будет еще хуже. И так как мы этим не знаем, мы этим не управляем и мы не можем к этому подготовиться, риск концентрации активов, там, я не знаю, в акциях американских компаний заключается в том, что там может наступить, там, ситуация стагфляции. А что такое стагфляция? Это высокая инфляция при падающей экономике. И, соответственно, может получиться так, что 10-15 лет, как было в 70-х годах, 17 лет, 17 лет было с жесткого боковика. Была ситуация стагфляции, растущая инфляция при падающей экономике, и фондовый рынок Америки вообще не обеспечивал никакой доходности на протяжении 17 лет. И тогда у меня возникает вопрос, а вы готовы вот этой вот истории, что у вас не штанга уравновешенная, да, у вас все активы сконцентрированы там, вы готовы, в принципе, мириться с тем, что 17 лет будет боковик. Часто приходится слышать, я даже комментарий писал, да, когда мы там про «Газпром» говорили, что человек, при этом я прекрасно понимаю, что человек не покупал «Газпрома» в 2008 году, но где-то посмотрел мнение какого-то трейдера, который сказал, ребят, трейдинг форевер, инвестиции – это полное говно, вот посмотрите на акции «Газпрома», за 15 лет, по сути, «Газпром» не обеспечил никакой доходности инвестору, да, вот размышления человека, который не знает, что за этот промежуток времени 158 рублей было выплачено дивидендов в общей сложности на каждую акцию «Газпрома», что в 2008 году акция «Газпрома» стоила помимо 300 рублей еще и 100 рублей, если бы было некое усреднение или регулярная докупка, можно было бы купить акцию за 100 рублей. Средняя цена покупки была бы 150 рублей, соответственно, удвоение капитала за счет спекулятивного дохода, еще 100% доходности за счет дивидендов и еще порядка 100% доходности за счет того, что вы получали дивиденды и реинвестировали их, да, то есть увеличивали количество акций, которыми вы владеете. Поэтому, отвечая на вопрос «Америка или Россия», я могу сказать, что просто я заменяю здесь историю «или» на «и». Нужно покупать как акции американских компаний, так и акции российских компаний. И, то есть, когда мы поставим предлог «и», сюда мы еще добавляем и акции китайских компаний, и акции бразильских компаний, да, то есть, потому что мы делаем вот эту вот нашу штангу, мы ее делаем более стабильной. Определяем для себя процент аллокации активов, своего капитала, сколько мы направляем в Америку, сколько направляем в России, сколько направляем в Китай, сколько направляем в Бразилию, и таким образом просто придерживаемся этого баланса. Что значит придерживаемся этого баланса? Опять вот ситуация со штангой, она такая метафоричная очень. То есть, когда мы начинаем понимать, что где-то происходит ухудшение ситуации, я не знаю, в России условно, назовем, то есть, санкции начинают действовать еще более сильно, ситуация связанная с тем, что начинают повышать налоги для российских компаний. То есть, к чему это приводит? Это приводит к тому, что у нас доля России начинает снижаться, акции же продают, и у нас штанга начинает немного крениться в сторону. То есть, падает российский рынок, да, и автоматически, то есть, американский рынок может даже не расти, он может оставаться на месте. То есть, ситуация, когда рынок американских компаний, например, стоит на месте, а российский падает еще на 20%, происходит перекос. То есть, у нас получается штанга немного нагибается, но когда у нас достаточная диверсификация, количество усилий, чтобы выровнять портфель, оно незначительное. Эмоциональный накал в этом случае, да, потери, которые вы несете, они меньше. И что в этом случае можем сделать? В этом случае мы можем, как в этой штанге, да, просто часть акций американских, например, продать и купить акции российских компаний, потому что ситуация все равно рано или поздно развернется в обратную сторону. То есть, ситуация геополитическая может уходить на второй план, часть санкций могут отменять, экономика может адаптироваться, да, компании могут выходить на какой-то чистый денежный поток, и произойдет обратная история, да, то есть, российский рынок начнет расти, а американский рынок может просто стоять на месте. И опять в этом случае, то, что мы здесь немного сняли напряжение и перенесли сюда в ситуации падения, при стабилизации мы можем опять уже с российского рынка ценных бумаг снять полученную прибыль и переложиться, например, в американский рынок. Что мы получаем? Чтобы управлять своим портфелем, нужно меньше времени. Раз. Второе. Потери, если и будут происходить, они будут компенсироваться другой страны, ну, то есть, другими страновыми ситуациями. Или они будут стоять на месте, или они будут, наоборот, даже расти в этой ситуации. Третье преимущество, которое мы здесь получаем – спокойствие. Ну, просто психологическое спокойствие, связанное с тем, что вы не видите 7-минутные большие негативные последствия в отношении своего собственного капитала. Резюмируя все вышесказанное, ответ заключается в том, что мы не делаем выбор «или», мы делаем выбор «и». И не просто «и», а дополнительно добавляем сюда еще историю, потому что, как я говорил неоднократно в своих роликах, изменение денежно-кредитной политики, рост процентной ставки, снижение процентной ставки, печатание денег или прекращение печатания денег, они имеют такой длительный характер, то есть, они вот как мед такой, да, который я вот тоже метафоричный пример приводил. И в этом случае получается, что когда у вас есть эффект штанги, вы чувствуете себя гораздо спокойнее, вы имеете психологический комфорт и гораздо проще управлять собственными эмоциями. Неоднократно я вижу в комментариях под собственными видео, да, Максим, почему вы всегда являетесь таким спокойным, да, то есть, ну, как бы, ахтунг полный происходит, да, то есть, на других блогеров условно посмотришь там печаль, тоска и все такое. Я понимаю, что печаль, тоска обусловлена тем, что просто у людей был перекос. То есть, я вижу людей, которые являются адептами недвижимости, и у них весь капитал в недвижимости. Недвижимость в России стала, где-то она начинает падать, недвижимость продать невозможно, рентная доходность падает, все. У человека печаль, тоска. Кто-то инвестировал исключительно в Россию, да, минус 50% по портфелю за год, у него печаль, тоска. Кто-то инвестировал в технологический сектор американский, минус там 30-50% у него печаль, тоска. Почему? Потому что для того, чтобы ему сейчас исправить эту ситуацию, ему нужно компенсировать убыток в 50%. Ребят, компенсировать убыток в 50% это значит заработать 100%. Это обратная история с этой штангой, да, то есть, вы начинаете в ребалансировку входить. Кто-то инвестировал в криптовалюту, у них убыток 70%. И для того, чтобы им компенсировать собственный убыток, соответственно, нужно заработать 300%, 300, чтобы просто выйти элементарно в ноль. И поэтому как раз-таки происходит, что вот это или и приводит к тому, что люди впадают в панику. И не просто впадают в панику, вернутся в изначальную точку, когда вы пришли к инвестиции, когда вы сделали выбор для себя. Я инвестирую в крипту, я инвестирую в недвижимость. И то есть, уже полученный убыток очень сложно компенсировать, потому что не было противовеса никакого. Поэтому выбирайте противовес, инвестируйте. А что касается вопросов, связанных с тем, как эту штангу сформировать в настоящий момент, какова должна быть доля иностранных компаний, какая должна быть доля российских компаний, сколько должно быть облигаций, сколько должно быть золота в инвестиционном портфеле. Обо всем об этом поговорим на нашей конференции закрытого клуба Max Capital, на котором вы можете платно принять участие для участников закрытого клуба, она бесплатна. Если вы хотите просто узнать четкий ответ на вопрос, как сформировать свою штангу на 2023 год, чтобы чувствовать себя спокойно, вы можете принять участие в конференции и получить ответ на этот вопрос непосредственно. У меня сегодня на этом все. Если понравилось видео, поставьте лайк, напишите комментарий, что вы думаете по существу того, что я сказал. И самое главное, какая у вас штанга сейчас? Есть ли она или вы все-таки сторонник, сделали выбор в пользу или чего-то? Мне было бы очень интересно узнать вашу ситуацию по портфелю. Сколько у нас людей, которые диверсифицируют, а сколько хотят заработать очень много и сталкиваются с определенными рисками. Делитесь, ребят, для меня это действительно очень ценно. У меня же на этом все. На связи был Максим Петров. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok